Друзья, дорогие братья, дорогие сестры, все родные, близкие, знакомые, все, кто пришли, когда услышали об этой трагедии. Неожиданно, вы знаете, есть ожидаемые переходы. Болеют друзья, их посещают, болезнь прогрессирует. И как-то уже морально мы готовимся к этому переходу. Но вот когда такие случаи происходят, то очень они потрясают, очень неожиданно. Поэтому мы будем особенно молиться за родных и близких. Супруга Оля, девочка у Павлика. Пусть Господь их благословит, выражаем наши соболезнования. Будет сегодня звучать слово, проповедь. Мы будем петь, будем молиться. Пусть все будет во славу. Слово Божье говорит, апостол говорит, что живем или умираем. Мы – Господни. И чтобы Господь прославлялся в жизни нашей или смерти, мы должны всегда приношать Богу, прославлять нашего Господа. Давайте встанем, попросим благословения. Наш милосердный и любящий Господь, мы благодарим Тебя, Божие, за то, что у нас есть такое прибежище, такое утешение, такой Бог, который контролирует наши дни на этой земле. Господи, мы верим Твоему Слову. Ты сосчитал волосы на голове нашей. Ты, Господи, Божие, определяешь ни жизни, когда еще ни одного из них не было. Ты уже их определяешь. Мы с трудом, Господь, с горечью воспринимаем вот подобные события, которые сегодня вот мы пришли, чтобы вместе поплакать, помолиться, высказать свое сочувствие нашим друзьям. Поэтому, Господь, Ты Духом Святым, пожалуйста, соверши великое, чудное, даруй Твое утешение. Мы веруем в Тебя. Мы знаем нашу судьбу. Мы знаем, что Ты приготовил для любящих Твоих, когда они уходят от этой земли. Поэтому дай, Господь, чтобы сегодня слова утешения от Духа Святого звучали на этом месте, и чтобы Ты был прославлен, как я уже сказал, жизнью или смертью. Мы все равно Твои принадлежим Тебе, принадлежим. Слава Тебе за это. Благослови весь ход этого служения, и будь прославлен наш Бог вовеки. Аминь. Споем псалом «Мой дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца». Мой дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами, петь песни славы тому Отца. Друзья родные, где будут с нами, петь песни славы тому Отца. О дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, что вечно жив. Там буду Бога, я вечно слави, и в свете чудном Христу служи. Там буду Бога, я вечно слави, и в свете чудном Христу служи. Как бурю с моря моря стремиться, причали в гавань, чтоб отогнуть. Так грузья сердцем жилища света, где отдых ждет всех свершивших путь. Так грузья сердцем жилища света, где отдых ждет всех свершивших путь. Отрадно будет в том вечном доме, увижу друга души моей. Кто на Голгофе за грех наш умер, и примирил нас с Отцом людей. Кто на Голгофе за грех наш умер, и примирил нас с Отцом людей. В печалях горький слез вид не будет, навеки славу мы будем петь. Разлуки скорби болеть забудем, не будем больше нужды терпеть. Разлуки скорби болеть забудем, не будем больше нужды терпеть. О дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, что вечно жить. Там буду Богом я вечно славен, и в свете чудном Христу служить. Там буду Богом я вечно славен, и в свете чудном Христу служить. Пожалуйста, занимайте свои места. Слава Господу, дорогие друзья! В жизни бывают такие случаи, как сегодня, когда мы ожидаем обычное служение, молитвенное, оно приходит в траурное. Бог меняет наши планы, независимо от того, что мы наметили делать, потому что Он есть Бог. Он есть Тот, Который управляет всем миром, этой страной, нашим служением. Видим мы это или не видим, но мы должны согласиться с этим. И Он управляет всеми людьми. Мы все в руке Его. Поэтому сегодня нам говорить очень тяжело, потому что Павел для нашей церкви был как, ну, есть такое слово такое, палочка-выручалочка. Человек, который всегда был рядом, особенно на похоронах. Павел, нужно отвезти венки. Павел, нужно отвезти людей. Он всегда был на чеку. Он готов был ехать, куда ему скажут. Павел, нужно повезти молодежь на океан. Или на кэмп нужно поехать. Он всегда был готов ехать. И он это делал с любовью. Он был человек, который жертвовал собою для того, чтобы другим было хорошо. И за это не брал никакую плату. Такие люди уходят с нашей церкви. Жаль, мы скорбим наши соболезнования. Сегодня его братья, Оля, Ната, все родные, близкие, кого знаю я, кого не знаю. Такие вот в жизни бывают ситуации, когда приходит неожиданно скорбь в дом. И мы должны стоять твердо. Я бы хотел прочесть перед нашей молитвой одно место Священное Писание, и мы помолимся. Я думаю, всем известно это место. Послание евреям, читая конец 10 главы и начало 11. Итак, не оставляйте упования ваше, которого предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не искалеблющие на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемой, уверенность невидимым. О ней свидетельствование древнее. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, неже Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как свидетельствовал Бог о дарах его, ею он по смерти говорил еще. Верою Енох переселен был. Верою Нойл получил откровение. Верою Авраам повиновался. Верою люди получали обещанное от Господа. А некоторые не получили обещанное. Но они не поколебались в вере. Они стояли твердо. Они знали, что есть Бог всемогущий, который управляет их жизнью. Есть Бог всемогущий, который состоит за всем тем, что случается в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, мы иногда, может быть, многое не можем понять в нашей жизни. Но я знаю одно. Если мы уповаем на нашего Господа, если мы доверяем Ему свою жизнь, если мы покоряемся Ему, Он доведет нас до истинного пути. Потому что Он есть Бог всемогущий. Один пример из древности. Смотрите. И молился Давид Богу о младенце. И постился Давид, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И пошли к нему старейшины дома, чтобы его поднять с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести Ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живое, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же он скажет ему, умерло дитя? Что он сделает? Он может сделать что-нибудь худое. И увидел Давид, что слухи его перешептываются между собою. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слух своих, умерло дитя? Они отвечали, да. Тогда Давид встал с земли, умылся и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился, и ниже. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь она умрала, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а она не возвратится ко мне. Есть вещи, которые Бог запланировал или сказал, что он сделает. И он не меняет. Но, дорогие друзья, при всем этом, что случилось в жизни Давида, Давид не изменил своему Господу. Кажется, наказание, которое он понес, оно должно было перевернуть что-то в него, какое-то отношение поменять с Богом. Но он сказал совсем другимое. Он встал, поменял свои одежды, умылся и пошел в дом Господень. Он знал, что он получил наказание от того, которого он любит, которому верует и которому поклоняется. Это и есть вера. И такой верой, дорогие друзья, живой Господь хочет, чтобы мы имели каждый в отдельности, чтобы мы уповали на нашего Господа, чтобы мы следовали за Ним, уповали на Него и повиновались Его Слову. Господь хочет, чтобы мы смотрели на этих героев веры и следовали этим путем жизни, чтобы получить жизнь от Него. И поэтому, дорогие друзья, в этот вечерний час, мне бы хотелось вместе с вами помолиться Господу, прославить Его за то, что Он открылся нам, за то, что Он указал нам путь жизни, за то, что Он показал нам, что нужно делать в нашей жизни. Ибо Он прошел этот путь Сам, этот путь, по которому мы идем, и сказал, чтобы мы следовали за Ним. Поэтому, да благословит нас Господь. Помолимся за эту семью, чтобы Господь укрепил, чтобы они могли далее идти за Господом, следовать, уповать на Него и благодарить Его за то, за все, что случается в нашей жизни. Давайте встанем на наши ноги и помолимся Господу. Благословен Господь и Бог мой. Благословено имя Твое, Господи Боже мой. Ты есть Господь всемогущий, Господи Боже мой. Ты есть Бог вечный, Ты есть Бог сильный, Ты есть Бог чудный. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя и славлю за ту любовь Твою, которую Ты оказал каждому в отдельности, Господи. Ты явил Свою милость и Свой мир, Господи. Ты явил Свою благодать и Своё утешение, Господи Боже мой. А во Отче, Дух Святой, Ты есть Бог Вечности. Я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе за то, что Ты есть наш Бог, наше упование, наша надежда. Господи, Боже вечный, Боже чудный, Боже милосердный, на Тебя уповаем. Господи, в Твои руки, Господи, предаем, Господи, каждого в отдельности. Вечный Бог мой. Ты знаешь всех, Господи, Боже мой, Олю, Нату, братьев, Господи. Ты знаешь родственников, близких, дальних. Ты всех знаешь и видишь, Господи, Боже мой. Только Ты силен явить милость Свою и благодать. Господи, Боже мой, дай нам не поколебаться в этом жизненном пути. Дай нам следовать за Тобою, веровать, уповать и надеяться, Господи, что все, что происходит от руки Твоей, Господи, для нашей пользы, для того, чтобы мы укрепились в вере и следовали за Тобой. Благослови, Господи, Боже мой. Благослови, Господи, это служение. И каждого здесь, пришедшего на это место, Господи, и пусть во всем прославится Твое имя, потому что Ты достойный и хвалы, и благодарности, и поклонения. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы у берега земного, там за бурною рекой. Виде берег жизни новой, жизни вечной и святой. Будет святой, живой, живой, ждать вождя через Иордан. И Он со Своей рукою приведет нам скандалом. В блеске солнца видит пышный и святой Иерусалим. Песни радости там слышны, их язык не изясни. Будет святой, живой, живой, ждать вождя через Иордан. И Он Сам Своей рукою приведет нас скандалом. Вот уж новие святые перешли к тем берегам. И грядут счастье благие, скоро мы все будем там. Будет святой, живой, живой, ждать вождя через Иордан. И Он Сам Своей рукою приведет нас скандалом. Сумра смерти на рекой, но за тарью не погод. Царство вечного покоя и блаженства всех нас ждет. Будет святой, живой, живой, ждать вождя через Иордан. И Он Сам Своей рукою приведет нас скандалом. Пожалуйста, занимайте свои места. Сейчас Маша исполнит села. Я также выражаю соболезнования, Олечка, тебе, дочери, всем родным, всем близким. И как хорошо, что у нас есть Дух Святой, который в любых обстоятельствах нашей жизни Он нас проведет. Нам самое главное – Ему довериться. Пожалуйста. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, Пусть на пороге скорбь и ужас, Не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой. В знакомые стучу я двери. Стучу с надеждой без сомнения. Отцу веряю боль и хлопоты. Он не увидит огорчения И не услышит слова робота. Я не посмею недоверием Набросить тень на волю Вышнего. Бог полн любви и милосердия Он не пошлет страдания лишнего. Бог полн любви и милосердия Он не пошлет страдания лишнего. Бог полн любви и милосердия Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно, Что им сегодня допускается. Ко благу завтра мне послужит, Что им сегодня допускается. Ко благу завтра мне послужит, Ко благу завтра мне послужит. Возлюбленные Господом, Братья и сестры, мир вам. Мир сердцам вашим, Соба Оля, Ната. Все родные Павлика, Примите наши соболезнования. Я не скажу, что мы были с Павликом Большими друзьями, но Довольно часто мы встречались, Довольно часто разговаривали. Когда в то утро Оля позвонила мне, Сказала, что произошло, Но как-то, знаете, Когда борются такие два чувства, Оно не вмещается, Ты не можешь представить. Ведь буквально за неделю перед тем Он заезжал ко мне домой. Правда, я дома не был тогда, Но мы в воскресенье в церкви, В коридоре разговаривали. Он так живо рассказывал О некоторых своих впечатлениях, О своих планах на будущее. Могло ли прийти в голову когда-нибудь, Кому-нибудь в тот момент, Что так скоро мы будем собраны здесь И провожать его в последний путь. Такая наша жизнь, братья мои и сестры. Вообще, в такие моменты, В общем, такие, Когда мы провожаем наших друзей, Как-то оно хочется, Мы привыкли говорить о небе. Потому что это наша надежда, Это то, куда мы стремимся. Оно как-то больше нас утешает, Успокаивает, Но мы все еще на земле. Павлик уже, нету его здесь, Но мы еще на земле. Я хочу немножко о земном поговорить. Потому что все мы стремимся в небо, Но все ли попадем туда? Большой вопрос. И как часто мы над этим задумываемся в жизни нашей? Я думаю, что не часто. Пока мы крепкие, пока мы здоровы, Пока все нормально у нас в жизни, Не так уж и часто мы задумаемся. Да и кажется, ну зачем? Правда? Зачем об этом так часто задумываться? Я наведу пару мест, Священное Писание приведу, Прочитаю. Это слова Христа. С двух евангелистов я взял. «Итак бодрствуйте, Ибо не знаете, Когда придет хозяин дома, Вечером или в полночь, Или в пении петухов, Или поутру, Чтобы придя внезапно, Не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Второе место с евангелиста Луки, Это я с Марка читал. «Смотрите же за собою, Чтобы день тот Не постиг вас внезапно». Как я уже сказал, Никто из нас не думает О внезапной смерти. Никто. Даже сейчас Я почти с уверенностью могу сказать, Что каждый из нас, Сидящий в этом зале, Никто не думает, что, А может я, следующий. Нам кажется, Это кто-то будет следующий. Это кто-то, С кем-то случится, Но не со мной. Вы знаете, Когда-то к Христу пришли, Подошли ученики, Ивангелист Матвей описывает, И там была у них беседа, Они задают ему такой вопрос, Господи, а когда это будет? Помните, да, Это 24 глава. И какой признак Пришествия твоего? Им так хотелось знать момент, Тот, когда придет Христос. Они знали, Что пока Он не придет, Им придется жить на земле. А когда Он придет, Вот как скоро, Значит, это все. Вот к тому моменту Им надо быть готовыми. Христос не сказал им Дату, Число, Год, Месяц. Не сказал им. Он сказал о признаках, Которые будут проходить Перед Его пришествием. И неоднократно Им напоминал о том, Бодрствуйте. Всегда будьте готовы. Всегда будьте готовы. Но нам кажется, Что это произойдет С кем-то, Но не с нами. Нам хочется знать, Когда это произойдет. Вообще, Человеку хочется знать. Когда-то Давид Обращался к Богу, Близкий Богу человек. Мы читаем, Священное Писание говорит, Это по сердцу Божьему Был человек. Он задавал вопрос, Скажи кончину дней моих, Скажи мне кончину мою, Чтобы я знал число дней моих. Бог ему не сказал. Бог не сказал никому И не скажет. Да, Были моменты в жизни, За редким исключением, Когда Бог примерно говорил Человеку, Когда его время придет. Но в основном, В основном, Нам хочется знать. Нам хочется знать, Что произойдет завтра. Даже мы куда-то направляемся, Куда-то мы едем Или куда-то идем. Нам хочется знать, Кто там будет. Даже нас пригласили в гости. Мы хотим знать, Кто там будет. Вот. Или куда-то нас еще пригласили. Нам хочется знать, Что взять с собой. Как одетым быть. То есть, Нам хочется знать. К нам гости собираются. Правда, Нам хочется знать. Нам интересно. Лучше бы позвонили заранее. Или какое-то мероприятие намечается. Нам хочется знать заранее. Мы тогда откладываем все свои дела И все бросаем. Даже не отложные дела мы оставляем, Потому что что-то важное намечается. Что-то важное должно произойти. Мы хотим подготовиться. Всегда ли мы сможем подготовиться К переходу. Вот видим, Как произошло с Павликом. Момент. Мгновение. И нет человека. Возлюбленный Господом. Священное Писание нам говорит о том, Что Бодрствуйте. Ибо не знаете, Когда придет Хозяин дома Позвать вас. Мы не знаем никто, Когда придет тот момент. Но мы знаем то, Священное Писание, Что надо быть готовыми. Но, как я уже сказал, Нам всегда кажется, Что это Это не к нам. С нами так не произойдет. Мы обязательно будем иметь время. У нас еще жизнь впереди. Мы еще, Ну, как-то мы устроены так, люди. Нам свойственно рассуждать так, Что, ну, С нами не может так случиться. С нами будет все нормально. Будет идти, как обычно. Вы знаете, Я как-то вспомнил. Сегодня Рассуждал я. Время от времени На работе опять приходит Вот эта мысль, Приходит вот это Положение. То есть сегодняшний вечер Я знал, Что мы будем собраны здесь. О том, Что Павлик, Все, Он только уже на портрете Остался. Его Его отображение. Это уже не он. Его отображение. Я как-то вспомнил Один Пример Такой еще с детства. Мама как-то рассказывала. Во время Второй мировой войны, Когда Забирали людей на войну. Молодых ребят Мобилизовали, Забирали на войну. И вот Один там человек По соседству ходил Тоже молодой. Вот Собрались родственники Его провожать. А он так подшучивает, Ведет себя весело так. Мама сидит, плачет. А он подошел к ней. Мама говорит, что ты плачешь? Да не переживай. Мама, Сынок, как не переживай? Война. Да что ты расстраивайся? Пойду там Убью 2-3 человека И вернусь обратно. Она ему говорит, А если тебя? А он так с недоумением Говорит, А меня за что? Понимаете, Мы всегда думаем, Что это с кем-то произойдет. Мне вроде не должно Такого случиться со мной. Ну как это так? Чтобы внезапно Что-то случилось. Ну не должно Такое быть со мной. Но мы не знаем. Поэтому мы иногда Не зная этого И думая, Что все будет нормально, Можем долго хранить Обиды в своем сердце. Можем обидеть человека, Не задумавшись Сказать грубое слово, Поступить человеком, Как нам нравится. И оправдывать Это вроде ничего, Ничего страшного там, Пусть. Или долго носить обиду, Когда со мной, На мой взгляд, Обошлись не так, Как надо. Видишь ли, Не уважили меня, Как говорят народи, Не сняли шапку передо мной. Вот или обидное слово Какое-то сказали, Или не поприветствовали, Или прошли мимо. И мы можем Затаять вот эту обиду, Не думая о том, Чтобы, может быть, Настать момент Разлуки моментально. Доли секунды. А что потом? А что потом? Поют такой псалом, Плиту могил нам не прожечь слезой, И ночь полна, Быть может, Сожаления, Не даст нам Ответа никакого. Не даст нам Из этой тени гробовой Ни жарких слов, Ни жарких чувств, Ни добрых слов прощения. Поэтому пусть поможет нам Бог, Дорогие братья мои и сестры. Помните это всегда, Как Христос предупреждал Своих учеников, Предупреждает и нас. Итак, будьте готовы, Смотрите же за собою. Нам легче смотреть за кем-то, Нам легче подсказать кому-то Его ошибку, Его недостаток. Трудно за собой смотреть, Но Библия говорит, Христос говорит, За собой смотрите, Чтобы день тот придя Не застал вас внезапно. Хорошо, если попадет нам Несколько секунд, Перед смертью попросить У Бога прощения. А если нет? Если вдруг внезапно, Моментально придет наша смерть, Что с нами тогда? Что тогда? Где мы окажемся? Поэтому пусть поможет нам Бог Быть всегда готовыми. Аминь. Братья и сестры, Я смотрю, так много людей пришло. Наверное, у вас не остала Вот в стороне Эта печаль. Вы пришли разделить ее. Мы, конечно, И сочувствуем, и сострадаем, И молимся, и все делаем. Но как бы оно ни было, Для брата Павла Ему все равно уже, Как оно похоронят, Не похоронят, В долгах, Не в долгах. Но у него осталась жена. Это вдова И маленькая дочь. Давайте мы финансово им Поможем. Вот сейчас во время пения Братья пройдут, Положите свою лепту. Это просто уже для этой семьи. Помоги вам Господь И благослови Господа. Давайте будем петь псалом «Бывают в жизни трудные минуты, Когда не видно солнышка из туч». Бывают в жизни трудные минуты, Когда не видно солнышка из туч, Когда приходят вдруг часы разлуки, Все уже, уже кажется наш путь, Когда ослаблю силы и нет рядом Того, кто смог утешить, смог понять. И вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, Он за тебя пошел на крест страдать, А солнце ниже, ниже все садится, Совсем к закату скоро уж придет, Наш путь тернистый вскоре прекратится, А в небе радость Иисусом ждет. Когда ослабнут силы и нет рядом Того, кто смог утешить, смог понять, Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, Он за тебя пошел на крест страдать, И вновь по узкой жизненной дороге С тобою рядом, рядом Он идет, И если вдруг поранишь свои ноги, Берет на руки нежно и несет, Когда ослабнут силы и нет рядом, Того, кто смог утешить, смог понять, Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, Он за тебя пошел на крест страдать, Он за тебя пошел на крест страдать, Когда ослабнут силы и нет рядом, Того, кто смог утешить, смог понять, Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, Он за тебя пошел на крест страдать, Пожалуйста, садитесь. Дорогие друзья, сейчас время такое, Возможность засвидетельствовать, Здесь есть братья, супруга, Я вот смотрю так, друженика наша дежурная, Потому что он тоже был дежурным в церкви, Наверное, у вас будет что сказать, Засвидетельствовать о жизни, о вере брата Павла, Можете это сделать, вот, уже сейчас, прямо. Благодать вам и мир, дорогая моя церковь Соломита, Это неотъемлемая часть моей жизни, Я прилетаю в своей церкви и бегом включаю, Чтобы понаслаждаться, я люблю церковь Соломиту, Какие красивые люди все, какие хоры, А какие братья, я просто влюблен в церковь Соломитову, По уши, я благодарю Богу, что эту любовь, Он ввел в мое сердце Духом Святым, И как сказала сестричка Маша, Что в нас есть Дух Святой. Это самое главное, самое дорогое в моей жизни. Но я сожалеваю, что я не все время был верующим, Но Господь меня простил, вытащил из этого болота, Это мир, это болото, и простил, омыл, очистил, И Духа Святого дал и поставил на работу. Я работаю в церкви американской, так получилось. И я благодарю, что я имею возможность сегодня сказать вам спасибо За церковь Соломиту. Я не намерен проповедовать, потому что не до проповедей у меня сейчас. У меня есть проповеди, Богом данные. Но у меня сейчас просто я хочу сказать, какая церковь Соломита. Братуха тут мой работал, старался, его все хвалили. Понимаете, добровольно, не за деньги. И сейчас у меня остался один братуха, мы вдвоем. Я хочу сказать вам, молитесь за нас, а мы за вас будем молиться. И я благодарю Бога, что я имею возможность быть в церкви Соломита. Видите, я так все знаю тут. Я много лет смотрю ее, но вот эти в очи посмотреть, какие люди красивые. А знаете почему? Я смотрю хор, когда поет, они с Духом Святым отражают красоту Иисуса. Вот против этого не стоишь никак. И взялся стоять этот, они отражают красоту Иисуса. И я благодарю за церковь Соломита и молюсь за вас, и вы поддерживайте нас в молитвах. Нам очень тяжело. Спасибо вам. Христос, когда воскрес и с мертвым. Он, по-моему, три раза являлся учеником. Он сказал глаголы вечного неба. Он принес мир Божий из страны мира, из старства мира и любви. Он сказал мир вам. Я вас приветствую сегодня. Мир вам, братья и сестры. Пусть мир Божий войдет в сердца ваши. Он превышает всякого ума и обогатит души ваши за то, что вы сегодня пришли на это место. Я хочу выразить сострадание, сочувствие непредвиденной утери моего брата, с которым я рос. Мы вместе росли, конечно. С нами должна была приехать сестра Мария, моя старшая сестра. Она сейчас бафала. Может быть, будет пить немножко нас по компьютеру позже. Но хочу сказать, что мама наша часто болела. Она была из сирот. По-моему, пять лет осталась круглой сиротой. И поэтому доля ее материнская была очень тяжелая. И вот большую часть, извините, большую часть забота набрала нас на себя. Она растила нас как детей своих. Поэтому хочу сказать, чтобы вы потом, когда будет молитва, чтобы еще помолились специально за Марию, сестру мою, она как мама для нас. Что она уже потеряла одного брата, но еще имеет двоих. Поэтому я хочу с благодарным сердцем обратиться к вам, во-первых, поблагодарить Бога за вас. Поблагодарить Бога за братьев-служителей. Поблагодарить Бога за каждого отдельности, чтобы с любовью приняли моего брата. Вы его благословили. Вы его приняли. Вместе трудились. И сегодня я вижу, почти вся церковь пришла выразить скорбь. Спасибо вам, братья и сестры. На добром слове я очень благодарен. Это трон в мое сердце. Я не собрался проповедовать. Знаете, проповедь и свидетельство, это немножко, она имеет разное значение. Но Дух Святой как-то в мое сердце положил сказать. Не только себе, нам, а и каждому из вас слова утешения, которые, они уместны в этот час. Это как раз слово будет сказанное вовремя. И я его прочитаю. Это записанное, первое послание писал Никитин. Четвертая глава из тринадцатого стишка. Здесь написано так. Не хочу же оставить вас, братья, в неведии об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, непредупредимы умерших. Потому что Сам Господь при возвышении, при глазах Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвых в Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Послушайте внимательно последний стих. Утешайте друг друга своими словами. Слава Богу! Возлюбленные, дорогие братья и сестры, я хотел бы, как Николай Захарович сказал, досвидетельствовать. Знаете, это хорошо, что мы хоть один раз в жизни о каждом человеке, к которому мы говорим, только хорошее. Это редкий случай, когда все, сто процентов люди, о каком-то человеке говорят только хорошее. Это когда мы провожаем последний путь. Когда мы еще на дороге, мы можем услышать всякое. Но почему-то Бог расплыл в мое сердце сказать, что простить брата и сестру никогда не поздно. пока дыхание в нашем сердце, пока мы идем, есть на это возможность. Аминь, братья и сестры, или нет? Поэтому мое сердце Бог расположил сейчас каждый из вас призвать к специальной молитве. Я не буду томить вас долго с свидетельством, проповедем. И цель нашей молитвы будет в том, чтобы слова Христа сегодня у нас исполнились в этой церкви Соломитии. Это и моя церковь. А слова такие. Не буду тратить время и искать. Господь однажды сказал, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь сегодня показывает нам, что вот такое внезапное прервание жизни, внезапный переход – это стук Иисуса Христа в мое и в твое сердце, дорогая брата и сестра. Чтобы мы открыли двери сердечные и упустили Иисуса. Чтобы он не один раз в году и не раз в месяц, а чтобы он постоянно с нами вечерял, вел эти чудные, откровенные беседы. Господь сегодня приглашает к прощению, чтобы кто на кого имея до сегодняшнего дня, может быть, кто-то из вас по неосторожности где-то чем-то кого-то обидел. Это будет специальная молитва прощения. Прощайте друг друга. Утешением добудут вам эти чудные слова Господа, что Он скоро придет. Мы ждем этого часа. Христианский мир живет этой надеждой, что мы однажды услышим голос Божий. Мы услышим трубу. Мы будем встречать наших близких, и мы вместе уже никогда больше не разлучимся. Я жду этой встречи. Я знаю, вы, братья и сестры, тоже ждете этой встречи. И да благословит вас Господь в этом, да поможет вам. И поэтому я прошу, встаньте всех на ноги. Мы совершим эту молитву прощения. Скажем, что мы всем прощаем. Прощайте родителей детям. Дети, прощайте родителям. Мужья, прощайте женам. Жены, прощайте мужьям. Братья, прощайте сестрам. Сестры, прощайте братьям. Служителя, прощайте друг друга. Господь говорит, я сегодня жду, чтобы вы открыли сердца. Хочу вас наполнить прощением миром и любовью. Еще Бог хочет утешить каждое сердце. И потом, когда будет молитва, я ее не закончу. Я попрошу специально Николая Захаровича, чтобы он завершил молитву и помолился, и попрессил церковь специально за мою сестру Марию, которая там, она тоже в скорбях, чтобы за нее помолиться. Да будет вечное, слава Богу. Помолимся. Отец наш Небесный, Божий Израиль, в этот тихий, благословенный час, мы сегодня пристали перед Твоим воличием и просим, просим Тебя, Твоего святого присутствия, чтобы каждый из нас мог услышать этот стук, стук в наше сердце, Твой стук, Господь, дабы открыть двери сердечные. Мы сегодня согласились, каждый, каждый согласились простить друг друга. Сегодня, Господь, это молитва прощения, оба Отче. Это молитва, когда мы отпускаем измученных на свободу. Тех людей, которых мы связали непрощением, они наши узники. И мы тоже себя связываем этими узами непрощения. Я прошу Тебя, Господи, освобди многих от обиды. Многие носят эти обиды годами и не прощают. Господи, помоги освободиться. Помоги освободиться. Ты сказал, что Ты пришел отпустить измученных на свободу, выпустить пленников из уз тьмы, а во Отче. Я прошу Тебя, благослови эту благословенную церковь. Я благодарю Тебя за каждого члена, за каждого брата. Я благодарю за каждого присутствующего, что с такой любовью приняли моего дорогого, любимого брата Павла. Что он всегда, всегда, когда бы я не позвонил, Пашка, как было служение, как там братья, как церковь, он сказал, мы живем. Аллилуйя. Это слово, мы живем, значит, мы живем, а во Отче. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты присутствуешь в этой церкви, что Ты с каждым, что на каждом служении Твое присутствие ощутимо, видимо, Аллилуйя. И народ Твой питается Твоим святым словом, Аллилуйя, словом жизни. Тебе, Тебе слава, Господу. Слава Тебе за все, Господь. Мы благодарны Тебе, милосердный Господь, за это приглашение, помолиться о том, чтобы нам иметь способность снисходить и прощать. Я тоже разделяю эту мысль, что это важно. Это Ты, Господи, заповедал. Ты сказал, что Ты не простишь тем, Отец Небесный не простит тем, которые от сердца не простят ближним. Поэтому бесполезны даже потоки крови из Голгофы, если мы вынашиваем горечь и непрощение. Господи, дай нам обратить на это внимание. Научи нас прощать. Прощай тех, которые каются и просят прощения. Прощай тех, которые и не просят у нас прощения. Чтобы мы были способны, Господь, снисходить, прощать, как это Ты делаешь и заповедуешь нам. Благослови продолжение этого служения и будь прославлен за все, наш Бог. Аминь. Споем салон. Есть край, есть край отчизна, есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, есть край отчизна, есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, где каждому возложится венец. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит, даром, даром и словом ободриться внук. Он небо нам подарит, даром, даром и словом ободриться внук. Край необычный, без тревоги горя, слез нету и не будет никогда. Жизнь пролетит, пускай буршует море, достигнем цели и войдем туда. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Нет красоты, как в вечном доме, вся красота, Иисус Христос, сменил он тот, венец темновый, а приобрел венец нам новый. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, мы склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Нас будут ждать ураг отчизны, мы ношу сбросим под Крестом. Оттуда наш начаток жизни, в том вечном Царстве Са Христом. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Он небо нам подарит, даром, даром, и словом ободриться внук. Пожалуйста, занимайте места. Пожалуйста, кто еще хотите засвидетельствовать? Это мой отец был. Я много могу говорить за него. Я благодарю, что вы пришли, разделили с нами эту скорбь. Но я сейчас не в состоянии разговаривать. Так что, я благодарю вас всех за все это. Он был очень хороший человек. Спасибо. Мир вам, братья и сестры. Несмотря на то, что сегодня случилась такая трагедия, тяжело каждому и мне. мне тоже тяжело говорить. Павла, я знаю с тех пор, как он женился с Ольгой, и за него мои тоже пути так Бог устроил, что они направились и в этот штат, и в эту церковь. Первый раз, как мы встретились, я сюда приехал на траки, у меня был рейс, мы были знакомы с братом Мишей, с Павла братом, и он говорит мне, я сюда еду, он говорит, Дима, у меня там живет брат, и хочешь, я ему позвоню, он тебя встретит. Братья и сестры, вы знаете все сердце этого человека. как уже свидетельствовали о нем, я не хочу хвалить его, или как-то возвеличить, но то, что было, то, что было, уже нету между нами. Он меня встретил с Ольгой, пригласили в дом, я говорю, нет, в дом я не пойду, давайте везите меня сначала в магазин. Зачем магазин, давай в дом, нет, говорю, в магазин. И я поехал, они повезли меня в магазин. Ну, на тот момент я оказался неплохим кулинаром, я приготовил все, что необходимо было. Мы сделали такой ужин, ужин любви, и с тех пор, мы всегда так, семьями, не очень часто, потому что я езжу на траки, они меня познакомили с моей женой, с которой я сейчас уже шесть лет здесь, слава Богу. Я выражаю от нашей семьи, от моей жены, от меня соболезнования Ольге и братьям, и сестре Марии, хотя я еще ее не знаю, я только понаслышке, тяжело, утрата большая, но мы должны встретиться все там, на небе. Пусть Бог благословит всех остальных, кто еще будет свидетельствовать, чтобы, как говорится, выложить в душе последний то, что есть, что осталось, что было, что человек делал. Я говорю, что он был не только для церкви, он был везде, кругом. Если что-то я не могу сделать, я ему позвоню, он приедет мне. Что-то ему надо, он посоветуется со мной. А сейчас все прекратилось. Пусть Бог благословит эту семью, чтобы она перенесла это, даст силы во всем. За все слава Богу ему. Я вас всех приветствую. Меня зовут Вениамин. Это Павел, мой одноклассник. Мы с одной местности, с одной церкви. Мы знали еще друг друга с детства, когда нас родители водили в одну церковь. Я знаю брата Михаила, знаю Петра, но Петро намного старше меня. И я вот с этим своим другом Павлом не виделся 20 лет. Когда я попал сюда в Америку, я узнал, что Павло находится здесь, Ванкувер. Для меня это Ванкувер был, знаете, как Дальний Восток. Еще я не знал, что это такое Ванкувер, что такое Вашингтон, штат. Ну и когда мы с Ним созвонились и Он меня встретил, вы знаете, я хочу сказать, что этот человек настоящий христианин, этот человек душа, этот человек готов был с себя снять рубашку, но чтобы только сделать доброе человеку. И вы знаете, когда меня вот это время не было, я уезжал в Россию, на Дальний Восток, у меня там сын живет, и мы перед отъездом с ним договорились, что я приеду, и я поеду с ним на Ист, в сторону Нью-Йорка. Мы хотели заехать к Михаилу, к Петру, к его сестре Маруси, но я не знаю, вы знаете, мы планируем так, но Бог планирует совсем по-другому. И когда я приехал, я звоню, он не отвечает. Потом мне звонят знакомые с Ванкувера, говорят, слушай, дяди Паши нету, но я подумал, что это просто чистая, ну как, розыгрыш, то, что я с ним долго не виделся, полтора месяца, мне говорят, он трагически погиб при автомобильной катастрофе. Для меня это очень большая утира. И что я хотел сказать, что сколько я с ним созванивался, он всегда не отвечал, что вот Вениамин, я нахожусь в церкви, я везу молодежь где-то в лагерь христианский, везу членов церкви с нашей церкви, он всегда был, как говорится, на своем месте, он всегда любил эту церковь, он всегда старался быть здесь, он всем хотел людям сделать только добро. И я хочу сказать, Олечка, Наташенька, я понимаю, что это для вас большая утрата, для меня это очень большая утрата. Но мы одним будем себя успокаивать, что мы верим в Бога нашего, и что мы знаем, что мы там вечности встретимся, и будем за вас молиться. И Олечка, я знаю, что это большая утрата, но мы должны себя брать в руки, ходить перед Богом, и это нам урок, что мы должны всегда быть готовыми пристать перед Богом. спасибо вам. Друзья мои, в такой ситуации не очень-то легко говорить, особенно близким родственником. Но вы знаете, за эти годы мы как бы тоже близкие стали. Павлик, он трудился в церкви, кроме того, что уже было сказано, что он и помогал вывозить и молодежь, и в общем водителем был, он еще дежурил в церкви, вот. Конечно, от моей семьи, Оля, и от всех дежурных соболезнования вам пусть Господь укрепит, пусть Господь поможет вам, утешит вас, и вас также, Михаил, и вас всех родственников, пусть Господь утешит. Вот. Я думаю, и родственники, и другие будут говорить, и уже сказано, о его жизни, ну вот, о том, какой он был, я не буду говорить об этом, потому что, думаю, родственники больше этого знают. Одно хочу сказать, что он был хорошим работником в церкви, как дежурный. Порой бывает у нас у всех какие-то свои есть причины, какие-то есть свои недостатки. Мы у нас правила такие, мы друг другу помогаем, дисциплинируем как-то это все. Вот. Он не исключение. Вот. Всякое бывало, но дело в том, что у него такой характер был. Я не знаю, как он других, но с нами такой характер был. Он, если даже и что-то и как-то произойдет, что-то может быть на первый взгляд обидеться, но потом тут же отходил, вот, и тут же подходил, тут же как будто ничего не было. Вот. Вот такой был Павлик, насколько мне он запомнился. И я очень благодарен, конечно, Господу, что в нашей группе он был, и что мы вот так вот все дружно Господь как-то нас сплотил, вот. Еще раз пусть Господь утешит вас. И от нас, от дежурных, Оленька, это небольшая лепта, пусть Господь лепта. Слава Господу, дорогие друзья! Церковь Суламита и все, все, кто трудится с детьми, вы знаете, я пришел от имени отдела образования, принести соболезнование. Мы вчера были собраны, делали анализ конференции, которая была у нас позапрошлого воскресенья. Ольга трудилась в регистрации, она больше 10 лет участвует в факультете, учитель детского служения, она преподает, она учит учителей. И мне особенно запомнилось, что с Павлом я познакомился тогда, когда они поженились, когда она сменила фамилию, и примечательно, что она не оставляла труд. Когда родила ребенка, когда он маленький был, она все время приходила с ребенком, и он приходил с ней. На удивление, у нас был такой это Андрей Шиповалов с Олей, они всех детей все время брали с собой на занятия. И вот Оля с Павлом с ребенком, и он приходил, все время был приветливый, на экзаменах все время присутствовал. от всего отдела образования, от всех инструкторов, директоров, заучи, всех наших, нашего поршнод, мэтриэрия, Ольга, приносим тебе соболезнования, мы оказали тебе помощь финансовую, и верим, что ты не оставишь труд, будешь так же продолжаться. Но мы верующие знаем, что мы на земле все временные, и встреча будет на небесах. Смерть такая же реальность, как и рождение, как вот сидим и дышим воздухом, питаемся. Нам Бог всем показывает, что мы на земле здесь временные гости, и все наши желания, все наши стремления всегда должны быть устремлены туда, куда никто не опаздывает, всех всегда вовремя встреча с Господом. Крепись, Ольга, мы с тобой рядом, и да Господь укрепит тебя. Благодаря Господа. Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры, что есть у нас чем утешать даже в такие самые трудные минуты. Господь это все видел, Господь это знает, Господь оценит слава Ему. Он правильную оценку сделает каждому, потому что у Него уже место готово там, на небесах для каждого. Нам кажется, как это будет и сколько еще времени это будет. может быть, может быть, это день последний для нашего брата был, который отошел в вечность. Но вечность это ожидает нас. Мы ожидаем вечность, а вечность ждет нас. И она принимает свои объятия. Почему? Да потому, что Иисус Христос, Он воскрес. И в воскресенье Его так же и наше воскресенье и наша надежда на Него славы Ему. Воскресенье это есть победа жизни над смертью. Никто не мог победить эту смерть. Написано, что последний же враг истребится смерть. Также Священное Писание описывает, что смерть это является как враг. Последний враг. она истребится раз и навсегда. Почему? Да потому, что все те, которые последуют Господу нашему Иисусу Христу и похожи на Него Он ожидает там в небесах слава Господу. Иисус Христос Сам верил в воскресенье. И Он говорит, что воскреснет последний день. То есть назначенный тот ответственный день, когда придут все для того, чтобы получить жребий со священными, омытыми, драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что мы имеем такое утешение. Этим утешением мы можем утешать. И утешение самое большое – это дух утешитель скорбящих. Утешение, пошли, помоги твой труд творящим утешать сынов земли. И ничем другим мы не можем утешить, потому что это насильственная такая смерть. Это так прошло, что даже уму не положишь, что это правильно. Это неправильно. Но так повелел Господь. Если мы это поставим, что так повелел Господь, у нас даже чувство зла и ненависти к тому человеку не будет или еще что, который сделал это преступление. Это воскресение Господа нашего Иисуса Христа – это есть абсолютно новая вечная жизнь. Воскресе Он Сына Своего, Тот, Который пришел на эту землю, Тот, Который отдал жизнь свою, Тот, Который на третий день воскрес, и Он также является Господином Воскресением. Воскреснуть должны все человеческие тела, спасенные будут вечно ликовать, а те, которые были против Господа, те, которые не служили Господу, конечно, они тоже воскреснут, но воскресение наказание. Поэтому, если мы утешаем друг друга, что жизнь вечная с Господом там в раю, там будет хорошо, там не будет слез, не будет болезней, не будет расставания, там будет все вечное, то, конечно, и те, которые не приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, они будут пожинать совершенно другие плоды. Иисус говорит так, «Я есть ему воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Он спасает нас воскресением Господа Иисуса Христа, Он спасает своим воскресением, Он дает нам право на вечную жизнь. И это утешение, оно должно коснуться каждого верующего человека, как бы ни прошла жизнь, какой бы конец ни был, смерти то ли, то ли воскресение и встреча лично с Господом, все это для тебя, дорогой друг, брат и сестра. И поэтому эти свидетельства, которые говорили много о хорошем, да и, конечно, о мертвом кто плохо говорит? И это не положено и не должно. Кажется, что, возможно, где-то какая-то запятая была, но эти запятые убирает наш Господь, и Он делает нас совершенными, святыми и непорочными, готовыми для вечной жизни. Пусть Бог утешит. Я также выражаю соболезнования и сестре Оле, и Наташе, и всем близким, и родным, почему-то потому, что для вас сейчас самый трудный момент жизни, и утешение так необходимо от Господа. Аминь. Я также прочитаю несколько слов Священного Писания, скажу несколько мыслей, и мы будем молиться. Сегодня переговоришь. Хотелось бы, конечно, ну, такое сказать, чтобы оно действительно утешило. Вот. И как брат Ян сказал, что, ну, от своего что мы можем говорить? Но у нас есть прекрасное Божие откровение. Вот эта замечательная книга Библии. Я не раз вспоминаю вот эти стихотворения, которые о ней говорятся. И там автор говорит, что в ней, в этой книге на вопросы души вековечные есть вековечный ответ. И в ней на страдания, на муки сердечные есть утешительный свет. Аллилуйя. Действительно, в Слове Божьем есть утешение. Ну, представьте себе, чтобы здесь собрались люди, вообще не знающие Бога, не верующие. Вот. Ну, не знаю. Ну, что говорить? Ну, как утешать? Ну, мы знаем эти такие банальные, привычные слова, что вот земля пусть будет пухом, и вот нашей памяти, вот мы будем помнить о тебе. Оно ему надо, чтобы мы помнили. Если он умер, и на этом уже все, как неверующие люди, ну, умер и конец, и все, и вот как животное, и никакое. Ну, то что ему толку, что я о нем буду помнить? Но вы посмотрите, друзья мои, как все меняется, как все преломляется через, вот, во свете Божественного Слова, как, ну, совершенно по-другому смотришь и на жизнь, и на смерть. Вот, насколько Бог преобразил нашу судьбу, насколько Он вдохнул, вдохновил, вложил в наше сердце, ну, смысл жизни, совершенно другой. У нас есть смысл жить, у нас есть смысл верить, смысл любить Бога, поклоняться Ему и служить, потому что, потому что со смертью ничего абсолютно не меняется так, как неверующий понимает. Оборвалось, кончилось, и точка, и все. Ничего подобного, смерть только открывает нам совершенно другой, другой мир, мы переходим через смерть, как через порог в иную жизнь, в благословенную Богу жизнь. При этом нужно, друзья, помнить, не забывать, что за эту жизнь, за ту жизнь, новую, чтобы у смерти вырвать жало, чтобы ее истребить, чтобы она не была больше врагом нашим, и чтобы мы могли вместе со святыми, как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение. Вы представляете, он говорит, что ни дом, ни счет в банке, ни какие-то накопления или богатства земные, он говорит, для меня смерть, приобретение. Это же надо так преобразить мышление, так поменять буквально, ну и не просто что-то внушить и человек в таком самообмане так себе считает, чтобы ему легче было жить, ничего подобного. Это благословенная Божья истина, это Божья правда. За гранью этой жизни Господь приготовил новое небо и новую землю, на которых обитает правда и там уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, там уже смерти не будет и уже никогда мы не будем оплакивать наших друзей, прощаться с ними. Там встреча и вечная жизнь со Христом и со святыми в небесах. Ну как за это не сказать слава Господу? Неверующие люди, они этого не знают. Поэтому апостол Павел говорит, что если закрыто благовествование наше, то, к сожалению, закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог веков ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Но это для них, а для нас совершенно все по-другому. Поэтому вот этими словами мы утешаем. Утешаем тебя, Оля, утешаем вас, братья, все родственники, близкие, друзья. Конечно, друзья, он, что касается брата Павла, он был здесь, в этой церкви, женился, так он здесь и остался. Ну, я его знаю только с положительной стороны. Может быть, кто-то, как сказать, какие-то запятые, какие-то, может быть, ну, все мы люди, у нас, у каждого есть свой характер. Кто-то как-то проявляет этот характер, может быть, не всем нравится. Вот. А кто здесь, в этом зале, может похвалиться какой-то идеальностью? Мы все обыкновенные люди, но, слава Богу, что вот этих обыкновенных людей полюбил Господь, принял, простил, оправдал. И интересно, там апостол Павел говорит, и если Бог за нас, то кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и ходатайствует за нас. Слава нашему Богу! Друзья, я не раз с какой-то тревогой вспоминаю, ну, то, что бродит там, наверное, в новостях или в интернете, вы там слышали и все прочее. Я знаю, что там очень много просто непроверенного вот такой вымысла. Вот. Но почему-то иногда люди так любят подхватить это и так как-то его смаковать, как-то распространять. Вот. Я думаю, что за такие вещи придется и отвечать. Очень сильно придется отвечать. Я вспоминаю притчу, где Иисус Христос привел такую параллель о двух людях. Один один человек был должен господину, царю десять тысяч талантов. Вот. Я не разу говорил это и в церкви, и в частных беседах. Я просто поинтересовался, что это за сумма такая десять тысяч талантов. Значит, один талант имеет шестьдесят мин. Одна мина имеет сто динариев. И вот, если мы все это десять тысяч умножаем, значит, и у нас получается сумма в шестьдесят миллионов динариев. Сколько нужно было жить и работать, чтобы отдать эти деньги? Помните, он начал умолять, что, пожалуйста, потерпи, я тебе отдам этот долг. И написано, господин умилосердился и простил долг. Вот взял и простил. Десять тысяч талантов, шестьдесят миллионов динариев. Заработок работника один динарий в день. И так, где-то ему нужно было жить и работать, вдумайтесь в эту цифру, двести тысяч лет, чтобы отдать эти деньги. Это не есть и не пить. Это по динарию зарабатывать. Почему Христос такую цифру привел? Он произвольно привел, он, значит, с умыслом, чтобы показать нашу задолженность перед Богом. Он привел такую цифру. И чтобы мы поняли, что этого долга, долга, мы никогда не отдали бы, никогда жизни не хватит, чтобы отдать этот долг. И вот представьте себе этот человек, который, царь ему прощает, и он выходит оттуда, такой, ну, окрыленный, такой радостный. Вот она жизнь, вот оно, как важно получить прощение от самого царя. Такую огромную сумму простил, не надо отдавать. Ну, недолго встречает товарища, который должен ему сто динариев. Сто динариев. Это ничто по сравнению с той суммой, которую... И он, значит, ему пристает и говорит, ты ж мне должен, отдай. Он говорит, ну, у меня нету, я пока, потерпи. Как потерпи? Начал его душить, потом отдал его в тюрьму, вот, чтобы отдал. И когда царь узнал об этом, об этом случае, он вызывает этого раба и говорит, негодный и злой раб, я весь долг простил тебе, не надлежало ли тебе простить твоего товарища, как я простил тебя. А он стоит, а что он будет говорить? И тогда царь говорит, возьмите негодного раба, бросьте в тюрьму и отдайте его истязателям, и он не выйдет оттуда, пока не отдаст всего долга. Как он отдаст? В тюрьме отдаст? Он выйдет когда-нибудь? Никогда. Это намек на вечность. Это намек на вечное мучение. Потому что, когда Господь говорит, что Отец Небесный не простит вам ваших согрешений, если каждый из вас от сердца не простит ближнему его согрешений против вас, Отец Небесный не простит вам ваших согрешений. Господь не даром привел такой дисбаланс огромный долг 10 тысяч талантов или 60 миллионов и 100 динариев. 60 и 100. 100 динариев и 60 миллионов. Это же неспроста приведено. Наш долг по отношению к ближнему, какой бы он ни был, это 100 динариев, это ничто. И Бог говорит, прощайте друг другу. А наш долг по отношению к Богу 60 миллионов. Но Господь говорит, этот огромный долг не будет тебе прощен, если ты не простишь ближнему. Друзья мои, это должно насторожить, нас, которые живем на земле. Это очень важно. Мужья, прощайте ваших жен. Прощайтесь, не сходите, будьте милосердны. Жены, прощайте ваших мужей. Братья и сестры во Христе, прощайте друг друга. Это очень серьезное непрощение. За него страшное наказание от Бога. Вы понимаете, Он аннулирует свою амнистию. Бог аннулирует свое прощение по отношению ко мне, если я ношу какую-то злобу и непрощение на ближнем. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Тем более, когда человек уходит в вечность. И мы начинаем после, когда он уже не может себя защитить и оправдаться, начинаем говорить и распространять нехорошие слухи. Это преступление. Это преступление перед Богом. Тем более, кто здесь из живущих на земле может похвалиться какой-то своей ангельской безупречностью? Да нет таких людей. Мы все много согрешаем, так говорит апостол Павел, апостол Иоанн, Иаков говорят об этом. И мы нуждаемся в Божьем прощении. Мы нуждаемся в прощении Божьем, и мы нуждаемся в прощении друг с другом. Поэтому будем очень-очень бодрствовать. Я хочу прочитать такие радостные слова, очень прекрасные слова. Два места Священного Писания. Кстати, их говорит очень авторитетный человек. Это человек, на которого сам Господь положил свою печать, определил его стать в основании его домостроительства. Ты камень, на всем камне церковь мою создал, и врата ада ее не одолеют. Дам тебе ключи Царства Небесного. Это апостол Петр, как вы знаете. Но смотрите, что он говорит. Он не от себя говорит. Это слова, которые он от Бога получил, от Духа Святого. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это нашего Господа Иисуса Христа тоже. По великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Аллилуйя! Для всех верующих. Причем хранятся они это наследие силой Божией через веру соблюдаемую ко спасению готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. И это тоже самое, друзья, различные переживания, скорби. Конечно, разлуха с близкими это очень большая трагедия, очень большая скорбь. Мы понимаем, что мы никогда на земле не увидимся. Ну да, а в вечности то мы увидимся. Это ж не то, что мы, как неверующие люди, разлучились и все. Это здесь временно, потом же, я в другой раз, ну, так, разумом, потому что сердце, оно ж по-другому. Ну вот разумом рассуждаешь, мы собираемся, хороший человек, добрый человек, христианин, уходит внезапно, неожиданно, и мы готовы, как писание, и готовы окружить его плакальщицей, а мы сами становимся в роли плакальщиков, готовы оплакивать, как будто бы мы тут вечны. Ну мы же тоже, как будто год, кому-то два, кому-то, может быть, как сегодня говорилось, не знаешь, отсюда выехал, и все может произойти. Я не был здесь, но был у нас в гостях один брат, и он сказал эту фразу, наши братья повторяли, и мне понравилось. Говорит, из каждых десяти человек, из каждых десяти умирает десять. Значит, практически смерть не обходит ни одного человека. Мы точно умрем, точно уйдем от этой земли. У нас уже несколько похорон было, уже до десятка, где-то добирается в этом году, и мы очень скорбим, и так уходят наши... Ну, так мы же тоже уйдем. Нет временного, то есть нет вечного на земле, ни одного человека. Мы все от этой земли будем переходить. Но смотрите, куда, как говорится, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божией через веру, соблюдаемую ко спасению. И об этом говорит апостол. Радуйтесь, поскорбевши, если не нужно, теперь, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото. Есть вещи подороже, золото, денег и прочее. И во втором своем послании, это два места, значит, второе послание, он тоже говорит очень важные слова, если там он говорит как-то, как Божий дар, как жест, вот такой милости, с щедрой Божьей руки для всех людей, вот Бог сделал, Бог совершил, для вас ожидает наследство, вы идете туда, в небеса, это все сделал Господь, то во втором послании он немножко, смотри, как он говорит, как от божественной силы его, это то, что мы обязаны делать на земле, потому что наследство обещано, но что-то мы должны делать тоже, что-то должны делать. Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего на славу и благостью, то есть от Бога даровано для людей все, чтобы они вот то наследство смогли приобрести, смогли вступить в это наследство. Нам дарованы великие, драгоценные обещания, обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества и тут же удалившись от господствующего в мире растления похотью. Нам нечего в этом мире перенимать, нечему подражать. Мир идет своему концу, и этот конец ужасный. Но мы дети света, сыны, не сыны ночи, сыны дня. Поэтому он говорит удалиться от господствующего мира растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, вот тому, что даровано, покажите вере вашей. И он перечисляет добродетель, рассудитель, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Если это у вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа и Иисуса Христа. «Посему, братья, более и более старайтесь, и сестры тоже самое, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в Царство, в вечное Царство, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Так откроется свободный вход. Мы очень много размышляем о том, как же вот десять дел, вот пять мудрых, пять неразумных, а вот масло, а вот что-то такое бы. Там тоже написано в притчах, Иисус Христос тоже сказал. Одни, а сказались перед закрытыми дверями, а для вторых, свободный вход, свободные, открытые двери, и готовые вошли. У них было масло, что-то такое. Апостол Павел говорит, вот таким, то есть апостол Петр говорит, открытым текстом, что это такое, что нужно иметь, чтобы свободный вход открылся. Если это у вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода, и вам откроется свободный вход. Поэтому, дорогие мои друзья, пока мы живем на земле, если что-то не так в нашей жизни, что-то хромает, не совсем такое христианство, как мы сами понимаем, должно быть, у нас есть время и возможность исправлять. Будем это делать. И наши братья, наши сестры, которые уходят от земли, они являются очень, хоть немыми, но очень эффективными проповедниками. И, как уже сегодня говорилось, Браданил говорил, внезапная смерть. Кто из нас знает, как, а думаешь, да, еще время есть, буду там исправляться, буду там еще возрастать духовно, может не быть этой возможности. Поэтому сегодня, ныне, Писание говорит, ныне, сегодня, когда слышишь голос Божий, не ожесточи твоего сердца. Сегодня становись на путь освящения, на путь приближения к Богу. Да, благословит нас Господь. Давайте встанем, помолимся. Аминь. О, милосердный, любящий наш Господь, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты являешься нашим Богом, нашим Спасителем, что Ты, Господь, все сделал для того, чтобы открыть нам доступ в Твои вечные небеса, вечное Царство Твое. За это была уплачена огромная цена. Была пролита Твоя святая кровь, наш Господь дорогой. Была принесена жертва чистая, святая, во искупление наших грехов. Ты все сделал, Господь дорогой, чтобы перед нами открылись двери рая. И я благодарен Тебе, Господь, и за Евангелие, за прекрасное слово откровения, которым мы можем сегодня наслаждаться, которым мы можем сегодня утешать друг друга, которое нам говорит о судьбе христианина, о судьбе верующего, Твоего дитя, Твоего сына и дочери. Я благодарен Тебе, Господь, что сегодня мы можем утешать словами, словами о вечном Царстве, о восхищении Церкви Твоей, утешать скорбящих, утешать друг друга. Поэтому, Господь, наша молитва, пожалуйста, Боже, Твоей благодатью утешай родных, утешай, Господь, Олю, утешай девочку, Господь, доченьку брата Павла, его братьев, Господь, и родных, и близких, кто еще у Него есть. Также, Господь, дай и нам всегда извлекать каждый раз уроки из подобных ситуаций, чтобы нам не быть беспечными, не быть равнодушными, но любить Тебя всем сердцем своим и служить Тебе, нашему Богу, Царю и Спасителю, да будет слава за все отныне и вовеки. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. Не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавок, ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Друзья, завтра на сколько? А, и еще неизвестно. Значит, завтра на 3 часа в Ванкувере на 112, там, где обычно, прямо на кладбище, так что не опаздывайте, обычно там служение недолго проходит. Значит, завтра на 3 часа Ванкувер 112. И также, друзья, я думаю, что вы хотели бы, наверное, подойти, высказать свое соболезнование, вот, пожать руку нашим друзьям, то можете это сделать. Вот они здесь стоят, будут стоять, а вы пройдете. Значит, невозможно было привести тело, вот, так что благослови вас Господь. Я думаю, что сейчас, наверное, мы еще споем и не целом, и во время пения можете подойти. Друзья. Спасибо. Спасибо. В день, когда придет с небес, Спаситель, время навсегда пройдет, Он возьмет в небесную обитель свой искупленный народ. Желай бы там, перед троном Господа, желай бы там, и увидеть ли Христа, и не стихнет больше гимн хвалы тогда. Желай бы там, перед троном Господа, желай бы там, и увидеть ли Христа, и не стихнет больше гимн хвалы тогда. Желай бы там, перед троном Господа, Все творение робко умолкает Пред величием Творца Сотни душ в коленях преклоняют Видят славный лик Христа Желай быть там перед ровным Господа Желай быть там и увидеть лик Христа И не стигнет больше ким хвалы тогда Желай быть там перед ровным Господа Желай быть там перед ровным Господа Желай быть там и увидеть лик Христа И не стигнет больше ким хвалы тогда Желай быть там перед ровным Господа Если грех прощен, долги покрыты Ты Иисусом исцелен Все пути к Нему тебе открыты Будешь в небо во дворе Желай быть там перед троном Господа Желай быть там и увидеть ли Христа И не стихнет больше ким хвалы тогда Желай быть там перед троном Господа Желай быть там перед троном Господа Желай быть там и увидеть ли Христа И не стихнет больше ким хвалы тогда Желай быть там перед троном Господа Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!